И снова добрый день, дорогие друзья, хорошего вам дня, хорошего настроения, хорошего самочувствия, всяческих успехов. Какие новости, божечки, какие новости! Что делается в итог, поглядите. Значит, давайте по порядку. На днях, точнее позавчера, все средства массовой информации всколыхнула новость. То есть, ряд депутатов СКПРФ, в том числе, например, супруга Николая Николаевича Платошкина, Анжелика Егоровна Глазкова, внесли на рассмотрение Госдумы предложение признать отдельными, понимаете ли, независимыми самостоятельными государствами Луганскую и Донецкую Народные Республики. Восемь лет прошло с 2014 года с этой майданной революции и переворота. Восемь лет. Российское государство сподобилось воссоединиться с Крымом, присоединить Луганск и Донецк, которые этого давным-давно хотят, ждут к этому готовы. Насколько они могут быть готовы к этому. Ну, конечно, там свою конституцию и так далее, я так понимаю, они до сих пор не написали, может, написали, неважно. Без российской поддержки они бы не протянули там и полугода. Они, конечно, этого хотят. Но наше государство говорит, ой, вы знаете, там эти всякие санкции, там у нас, короче говоря, особнячки пострадают на Лазурном берегу, шале в швейцарских Альпах, во французских Альпах. Короче говоря, пока давайте Луганск и Донецк отдельно, а мы как-нибудь отдельно обойдемся. И вот КПРФ говорит, ребята, вперед. На следующий день появилось большое количество сообщений, ой, эти коммунисты. Ну, вы понимаете, коммунисты, они просто решили хайпануть. Вот с коронавирусом уже как бы тема к завершению подходит. Им же надо на чем-то как бы окучивать свою аудиторию. Вот они говорят, давайте присоединяем Луганск к Донецк. Это все просто рекламная акция, которая ни к чему не приведет. Сегодня утром Совет Госдумы принял решение, а Совет Госдумы, понятное дело, там не только КПРФ, он полностью курируется администрацией президента, и в него входит большое количество единороссов. Единороссы в Госдуме рулят абсолютно всем. Совет Госдумы принял решение рассмотреть проект обращения к президенту Путину о признании ДНР и ЛНР. Все-таки вот эта инициатива КПРФ, она получает свое развитие. Политологи сразу изменили свое бла-бла-бла. Красиво играет Кремль. Это на фоне сегодняшних переговоров госсекретаря Блинкена с нашим министром иностранных дел Лавровым еще один сигнал о решимости обеспечивать безопасность нашей страны. Последствия такого шага, понятны признания ЛДНР. Это кардинально изменит ситуацию на Донбассе с военной точки зрения. Территории выйдут из состава Украины, и республики будут претендовать на создание государств в рамках административных границ. Областей в составе Украины. Понятно, что это будет конец Минских соглашений, но кому они нужны, если НАТО ставят ракеты в 50 километрах от нашего Белгорода? Подождите. Вот это меня, конечно, удивляет и потрясает в рассуждениях наших всех вот этих пропагандистов. Я на своих каналах вообще очень нередко касаюсь международной какой-то повестки. Белоруссия для нас родная страна. Да, про белорусские протесты мы в свое время рассуждали. Казахстан тоже братская для нас страна. Про него мы немножко говорили. То, что там творится на Украине, обычно я это игнорирую. Одним глазком поглядываю, но игнорирую. Ну потому что нет в этом смысла никакого. Можете включить вон телеканалы, и вам там все расскажут. Но когда мы говорим про Луганск и Донецк, надо понимать, что там живут люди, которые просто страдают. Это люди 8 лет живут в условиях гуманитарной катастрофы. Там выросло уже поколение детей, которые не помнят нормальной обстановки. Чтобы никого не похищали, не расстреливали, не бомбили. То есть это же очень серьезное. Это надо думать в первую очередь о людях. Ребята, вы говорите, ой, минские соглашения. А разве минские соглашения за эти годы, когда они там были подписаны? 6 лет назад, 7 лет назад, давным-давно. Они подействовали. Предоставлена автономия Луганскую и Донецку. Проведен референдум. Или что вообще? Они и так не работают. Люди продолжают жить в ситуации жесточайшего стресса. Разбегаются, если у кого-то есть возможность, на заработки в Россию или наоборот в Европу. О людях почему никто не думает, не говорит? Да, к сожалению. Учитывая тотальную неэффективность и деградацию нашей власти, приходится признать, что, судя по всему, единственный вариант хоть какой-то стабилизации ситуации в Луганске и Донецке, это реально входить в состав Российской Федерации. Если у нас отбитые чиновники, то на Украине там вообще не поймешь, что происходит. А еще вариант, если к Лукашенко они присоединятся. Вот это был бы вообще, наверное, оптимальный ход. Но если выбирать из властей Украины, России или Белоруссии, из трех сортов, так сказать, я думаю, на месте луганчан я бы смотрел в сторону батьки Лукашенко. Но это я так фантазирую, знаете, не обращайте особого внимания. Вылез Дмитрий Сергеевич Песков об инициативе по признанию ДНР и ЛНР в нынешней напряженной ситуации. В Донбассе важно избегать шагов, которые могут спровоцировать эскалацию. Подождите-ка. Месяца не прошло. Как Россия выдвинула в сторону НАТО ультиматум. Вы обязаны сделать первое, второе, третье, четвертое. Дать гарантии нерасширения НАТО, что Украину не примите в НАТО, уводите свои стратегические наступательные вооружения, бла-бла-бла. Ультиматум выдвинут. Сейчас из-за этого очень жесткие проходят переговоры. Два месяца рынок российских акций просто падает, падает и падает. Курс национальной валюты обваливается. Страсти что происходят на всех фронтах? А теперь вы говорите, важно избегать шагов, которые могут спровоцировать эскалацию. А вы чем думали месяц назад, ребята? Если вы влезли, вы выставляете ультиматумы, то вы должны быть готовы за них бороться, подтверждать их. Да, мы уверены, что нам угрожают, понимаете ли, вот эти вот все НАТОвские истории. Поэтому мы для защиты российских граждан на территории ЛДНР, мы вводим туда войска. Ну если бы у нашей власти было бы немножечко серого вещества в черепной коробке, наверное, они бы это уже сделали. Но это не про наших чиновников. Они сами не знают, что они хотят. Коммунисты предлагают. Политологи говорят, нет, это все просто бла-бла-бла. Просто коммунисты решили похайпить. Совет Госдумы говорит, окей, мы это рассмотрим. Может быть, это и стоит сделать. Песков говорит, нет, вы что, это же эскалация напряжения. Министерство иностранных дел подключилось. США передадут ответы на предложение России. Это было не предложение, это был ультиматум. На следующей неделе. На вопрос о потенциале признания независимости двух сепаратистских областей на востоке Украины. Кремль. Важно избегать действий, обостряющих напряженность. В таком деликатном положении не нужно пытаться набирать политические очки. Короче говоря, то ли надо, то ли не надо, они сами не знают, что они хотят. Восемь лет развивается напряженная ситуация на Украине. Люди разбегаются, живут в ситуации постоянной гуманитарной катастрофы. Кремль до сих пор не понял, что нам надо. Какой человек в здравом уме все еще считает Путина великим собирателем земель русских? Кремль, прошу прощения, Кремль, присоединяя Крым, изменил себе. Путин изменил своей стратегии, своей обычной политике. Это не было начало завоевательного или какого-то освободительного движения. Нет. Политолог Аббас Галямов, один из адекватных политологов системных, пишет. Надо понимать, что кроме как признать ДНР и ЛНР, других вариантов у Кремля сейчас по сути нет. Ультиматум Запад проигнорировал, наплевал. А значит надо как-то отвечать. Выбор в общем-то не такой богатый. Либо сразу пытаться захватить Киев, либо ограничиться Донбассом и Луганском. Поэтому Галямов рассуждает, как и я, с позиции, если бы у Кремля были мозги. Но я уже сомневаюсь. Посмотрим, что происходит в братском Казахстане. Тем временем, казалось бы, уже все затихло, все хорошо, да? Не тут-то было. Половина казахстанцев живут на 50 тысяч тенге. Половиной благосостояния страны владеют 163 человека, сообщил президент Такаев. Такаев такой-сякой. И скорее всего это просто популизм. Бла-бла-бла. Но вдумайтесь, какие слова. Если бы вышел Путин сейчас и заявил вот это, я думаю, началась бы просто дикая эйфория. Но Путин такого не говорит. И ни разу за свои 20 с лишним лет правления он такого не сказал. Половиной всего имущества, всех денег в Казахстане владеет всего 163 человека. Не 163 тысячи человек, а 163 человека. Богатейшие олигархи в Казахстане владеют половиной всех богатств. А большинство населения живет в нищете. Многие обозреватели сейчас прям пишут. Президент Такаев жжет. Буквально цитирует Маркса. Кто такие империалисты, олигархи? Все захватывают, все под себя подминают. Сегодня в медиа-центре проходила встреча президента с крупным бизнесом. На встрече Такаев отметил, что налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода. Международные эксперты, в частности КПМГ, утверждают, что всего 163 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге. Это чуть больше 1300 долларов в год. В год? Я не думаю, что эта цифра имеется в виду в год. 1300 долларов, ну это грубо говоря 100 тысяч рублей. Это 8 тысяч рублей в месяц. У нас тоже есть такие люди. Слава богу, это не половина населения России, но это тоже, ну там. Да если это даже было бы 5% населения страны, это все равно никуда не годится. В 21 веке, простите, когда мы платим только за ЖКХ, тысяч по 10 во многих регионах, иметь зарплату и пенсию меньше 10 тысяч, я не представляю, как это вообще. А лекарства, а продукты качественные покупать, а бытовая техника, электроника, одежда. Вот реалии Казахстана. На такие деньги, разумеется, прожить невозможно, цитирует Такаева власть. Как думаете, какие шаги предпримут эти 163 человека в ближайшее время? И как очевидную проблему справедливости распределения нацдохода решат с этими олигархами? Тут же появляется интересная статистика. По информации пограничной службы КНБ Казахстана, в период с 4 по 12 января 2022 года из страны выехали 64 тысячи граждан Казахстана. Еще раз. Во время массовых протестов и беспорядков Казахстан покинули 64 тысячи, не просто людей. Понятное дело, что если бы там мои родственники или кто-то, или ваши родственники во время подобной заварушки, во время каких-то госпереворотов, бунтов, восстаний, социальных взрывов, начала военных действий оказываются в горячей точке, их надо оттуда вывозить. Это понятно, вопросов нет. Но это именно граждане Казахстана. Это люди, которые чего-то испугались и сбежали из страны. Не остались вместе с семьей охранять там свой дом, а вдруг мародеры решат пограбить обычных мирных жителей. Нет, мы будем сидеть, мы будем готовы ко всему, короче говоря, достанем там дубинки, топоры, будем, если что, обороняться. Ну, мало ли что бывает. Нет, они сбежали из страны. Причем это был период новогодних праздников. Люди по-любому были у себя дома. И вот они сбежали. Друзья, это вот 64 тысячи, элитка Казахстана, 64 тысячи человек сбежали. Скорее всего, они туда и не вернулись, а если вернулись, то уже на других позициях. Интересно, сколько человек сбегут из России, в случае чего. У нас, между тем, пока Такаев распекает своих олигархов, у нас наоборот. Вчера потрясающая новость. Российское общественное мнение несколько шокировано присуждением главе Газпрома Миллеру звания Герой Труда. Но это дно пробито вновь и вновь. Дно за дном, день за днем, дно за дном. Алексей Миллер когда-то был чиновником в правительстве, стал главой Газпрома. Огромное количество проектов провалено. Только сейчас, в 22-м году, они решили начать газификацию страны. Серьезную, масштабную. В 21-м веке, не в 15-м веке, в 21-м веке, Российская Федерация, один из главных экспортеров нефти и газа в мире, отапливается валежником и углем. И Алексею Миллеру, который за это в том числе отвечает, дают звание Герой Труда. Охренеть! Большинство людей полагает, что огромные миллиарды зарплаты и бонусов уже являются неплохим вознаграждением главе Газпрома за труды. Даже если это какие-то выдающиеся труды. Вызывает сомнение, что такое награждение званием Герой Труда вызовет поддержку в обществе. Вообще, огромные доходы менеджмента, госкорпорации. Это серьезная социальная проблема. Концентрация проблем социальной справедливости. Социальная несправедливость, если более точно. России нужно решать проблемы социальной справедливости, а не обострять эти проблемы. Друзья мои, вот, пожалуйста, из Казахстана элитка бежит, президент хотя бы высказывается. Я с большим интересом посмотрю, что у него на этой ниве получится. Скорее всего, мало что получится, но хотя бы слова озвучены абсолютно правильные. Слишком большое расслоение, у олигархов все, у людей ничего. Прекрасно. Путин должен был сказать это еще 20 лет назад. А он что говорит? В начале пандемии он дал знаменитое интервью Ван Денко и сказал, ну а что? Средний класс у нас очень большой. Все, кто получает полтора прожиточных минимума, это средний класс. То есть, на тот момент, все, кто получал 17 тысяч рублей, на данный момент, когда я делаю для вас этот ролик, середина января, это 20 тысяч рублей. Кто получает 20 тысяч рублей, это средний класс. То есть, вполне себе состоятельные люди. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, реальный средний класс, это от какой суммы надо иметь зарплату? Сколько надо получать, чтобы быть состоятельным человеком? Средний класс, это не просто, когда у тебя долгов нет, тебе не нужно занимать до получки и бежать в микрофинансовую организацию. Нет. Ты состоятельный человек, ты уверенно стоишь на ногах, ты можешь часть зарплаты откладывать, ты спокойно выплачиваешь ипотеку, у тебя глаза на лоб не вылазят. Сколько для этого надо заработок иметь в современной России? Напишите цифру. Вот из какого региона, например, там, Брянск 45 тысяч рублей, Хабаровск 60 тысяч рублей, Москва 200 тысяч рублей. Вот какая цифра вам кажется справедливой, да, для ощущения себя состоятельным человеком, средним классом, сколько? В Казахстане президент хотя бы поднял эти вопросы. У нас Путин говорит, а у нас и так все, у всех все хорошо. 20 тысяч рублей получают, все, богатеи. Поэтому Алексея Миллера мы делаем героем труда. Охренеть просто. Отвечать за связи с Верховной Радой Украины, с украинским парламентом, в Госдуме РФ будет депутат от Единой России, известный телеведущий Евгений Попов. Вишенка на торте. Евгений Попов. По прозвищу Скобеев, потому что его жену зовут Скобеева. Они на парочку все эти годы как только не обзывают, как только не издеваются Зеленского, Порошенко. Ну, понятно, Порошенко тот еще, он там и алкоголик, судя по всему, Зеленский, есть серьезные подозрения, что он кокаиновый наркоман. Короче говоря, всякие слухи ходят. Но официальные переговоры как может вести человек, который столько всего уже наговорил? Ну, это же фантасмагория. Попов и Скобеева, аудиозные российские пропагандисты, которые восемь лет по-моему поливают всех украинских политиков, известных и неизвестных, натягивают сову на глобус. Многие из них этого заслуживают. Это понятно. Это такой жанр. Ну, я вот, слушайте, я столько делал роликов про разного рода политических деятелей, про того же там Медведева, не знаю, про олигархов разных. Я не представляю, как бы я у них спокойно брал интервью. Либо это было бы какое-то очень жесткое интервью, и я бы в лицо им говорил все те вопросы, которые мы с вами обсуждали. Ну, либо не нужно этого интервью. Если я уже и так столько всего про них снимал, столько всего наговорил, а теперь я буду сидеть и рассказывать, ой, расскажите о своих студенческих годах. Ну, так не бывает. Как вы хотите, чтобы депутат Евгений Попов спокойно, профессионально занимался обсуждением с украинцами каких-то серьезных вопросов, если он много лет их поливает ушатыми грязи. А с украинцами надо поддерживать диалог. Надо. Даже с безумной, с одичалой, и там властью, которая еще более одичала, чем у нас. И тем не менее, диалог нужен ради блага тех же жителей Луганска и Донецка, которым надо, чтобы их не бомбили. И Россия должна играть в этом свою роль. В том числе парламент наш и Украинская Рада. Этим надо заниматься. И что, Попов сможет этим заниматься всерьез? Стыд и позор. Пробитие нового дна день за днем. Дорогие друзья, спасибо за ваши комментарии, за ваши просмотры. Вместе мы села, вместе победим. Надеюсь на вашу активность. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok